Всем привет! Сегодня 17 августа, Московская область. Погода у нас непонятна. Дня 3-4 назад лил дождь, было жутко холодно, а вот сейчас жара. Наверное, больше 30 градусов, это точно. Хочу вам показать теплицы. Это стеклянная теплица. Здесь я выращиваю только высокорослые томаты. Высевала я эти томаты 9 и 10 марта, а высаживала в теплицу 28 апреля. У меня вчера была грандиозная уборка в теплицах в обеих. Я подготавливаю их к своему отъезду. У меня долгое время не будет. Поэтому большая часть кустов уже убрана. Даже если на кустах и были на макушках зеленые томаты, я все равно убирала. Потому что, несмотря на такое тяжелое лето, урожай в теплицах был отличный, я считаю. Поэтому я уже убирала эти кусты за ненадобностью. Остались в основном черри. Это вот сорт сладкий касади остался. Парпора черри красные. Супер экзотик остался еще. Супер урожайный, конечно, сорт. Это гибрид кира черри желтые. И также требус красные черри. И здесь по мелочи южный загар остался. Там еще и висят здесь гребешки красные. Вот, в принципе, и все. До отъезда я эти томаты не буду убирать. Уже когда приеду, все уберу. В теплице три высоких грядки. Между рядами замульчировано щепой. Сами грядки замульчированы соломой. Теплицу томатную я уже довольно-таки давно не поливаю. Ну, наверное, недели три точно не поливаю. Это остатки крупноплодных томатов. Здесь и тетя Анна, и сали. Ну, здесь разные остались. Тоже, наверное, я это отдам, буду угощать. Вот такие остатки сладкие остались в томатной теплице. У меня уже планы на следующий год. Я буду уменьшать посевы, потому что много томатов. Я уже каждый год убеждаюсь, что у меня такого количества на нашу семью томатов много. Три грядки. Поэтому в следующем году у меня в планах, если все будет хорошо, я буду засаживать томатами эту крайнюю грядку посередине обязательно. Здесь более высокорослые томаты будут сидеть. Например, вот требус, парпора буду высаживать сюда, потому что это очень высокорослые томаты, больше 2,5 метров. Как раз вот здесь в конек будет хорошо они расти. Эта крайняя грядка я займу перцами. Сладкие перцы буду высаживать на эту грядку. То есть будут у меня в следующем году совмещенные посадки. Перец сладкий и томаты. Вот такие планы на следующий год. А там посмотрим. Так, это стеклянная теплица, где у меня растут томаты. Дверь я, конечно же, не закрываю в теплицу ни днем, ни ночью, чтобы здесь все было сухо. Три автоматические здесь форточки и две механические. Тоже они всегда открыты. Ну, а автоматические они, конечно, на ночь закрываются. Теперь пойдемте покажу еще одну стеклянную теплицу. Это перечная огуречная. Выглядит она вот так. Тоже была вчера уборка. Выращиваю перцы по бокам на грядке. А здесь я всегда высаживаю огурцы. Здесь тоже три высокие грядки. Между ряди замульчированы щепой. А сами грядки я мульчирую скошенной травой. Значит, перцы я высевала 15 февраля. А высаживала в теплицу 28 февраля. Сейчас покажу. 28 апреля. Так, ну что. Огурцы я вчера убрала все. Сняла последнее ведро огурцов и убрала. Почему? Потому что уезжаю. Оставлять огурцы я считаю на время от моего отъезда нет смысла. Я их поливаю каждый день. А ухаживать за ними некому. Поэтому я решила их убрать. Потому что дня 3-4 пройдет и здесь точно заведется паутинный клещ. Мне это не нужно. Мне проще убрать их и все. Значит, вырезала плите все и засыпала очень толстым слоем скошенной травы. Вчера я это сделала, чтобы грядку не закрывать там укровным или чем-то еще мешками. Я голую землю никогда не оставляю. Вот решила толстым слоем скошенной травы. Это мелкий перемол от косилки. И вот закрыла земли, чтобы солнце не выжигало почву. И здесь у меня перцы. Так, хочу сказать по перцам. В этом году они тяжело шли. В этом году, потому что было много урожая на перцах. А сами кусты были маленькие. Я знаю, что мне писали в комментариях. У многих так было, что перцы не наращивали вот эту зеленую массу. Не было ни высоты у растений, ни ширины, так сказать. Не листьев толком. А зато перцев было очень много. У меня также в этом году. Ну, вот смотрите, как они разрослись. Шикарные кусты. Я уже два раза сняла с них урожай. То есть два ведра перцев 9-литровых я уже сорвала. Все закрыла. Все закрутки, лечу, заморозила. Закоптила на открытом огне. И просто цельноплодными морозила. Вот. То есть у меня закрутки все уже готовы. И вот вчера еще вечером сорвала, чтобы зафаршировать. Вот сейчас сниму видео, пойду готовить. Отличный урожай. Все сорта, в принципе, которые я в этом году высаживала, отличные. Мне понравилось. Кроме одного сорта. Я, кстати, снимаю обзор сортов томатов и перцев, которые выращивала в этом году. Они попозже, в видео это будет. Здесь сейчас их плохо видно, потому что они зеленые. Красные я уже все посрывала. Вот, видите. В этом году плохо, что я их особо не подвязывала. Здесь так выборочно. Где-то колышки ставила, где-то подвязывала. Но это плохо. Потому что кусты мощные, ломаются, они очень хрупкие стебли. Нужно, конечно, подвязывать перцы обязательно. Смотрите, какие красавцы. Вот. Перцев достаточно много. Вот такие перчинки. Перцы я не убирала, конечно, потому что они не такие капризные, как огурцы к поливу. Я перед отъездом хорошо их полью. И на это время, пока я буду отсутствовать, им воды, в принципе, хватит. Потому что почва замульчирована скошенной травой. Я думаю, они переживут. Я уже приеду. Здесь будут красный, желтый перцевисей. Надеюсь, что все с ними будет хорошо. Я тоже сейчас вот несколько дней дверь в теплицу не закрываю. Просто накидываю вот такой занавеску в проход. Но это чтобы сюда никто и ничто не залетало. Так. И что еще хотела сказать? Забыла. А, был холод, когда я дверцу закрывала дверь. Здесь два автоматических окна. Одно механическое. Механическое всегда закрыто. Вот так выглядит перечно-огуречная теплица. Урожай в теплице отличный. Заодно хочу вам показать урожай перца сладкого в открытом грунте. Здесь остатки от рассады, от моей, которая не поместилась в теплицу, я высадила, ну здесь, не знаю, кусок, наверное, восемь в открытый грунт. Нет, наверное, здесь больше, потому что я их по два штуки сажала. И вот на сегодняшний день я вчера сорвала с этой вот грядки всего лишь две красные перчины. Вот такой урожай в открытом грунте. А не есть здесь перец, но слабо, вообще слабо. Вот что значит выращивать в открытом грунте и в теплице. Большая, колоссальная разница. Я сказала себе, что на следующий год я не буду сажать в открытый грунт ни томаты, ни перцы. Планы на следующий год по этой теплице, вот забыла сказать, что я здесь буду высаживать на этой грядке перцы сладкие. Здесь, как всегда, у меня огурцы. А здесь я ставлю грядку для зелени, для гороха, для редиса, для вот таких вот мелочевки. Одна грядка у меня полностью будет занята. Ну, укроп, кинза, петрушка, ну, все здесь будет именно на вот этой грядке. То есть в открытом грунте я зелень в следующем году выращивать не буду. А все сюда буду сажать, в эту грядку. Получается, у меня на следующий год будет также две грядки перчных. Только одна будет здесь, а другая будет в томатной теплице. Этого мне достаточно. Даже вот на сегодняшний день, если брать перцы сладкие, их тоже очень много, предостаточно. Одной грядки огурцов для такой средней, небольшой семьи, можно так сказать, предостаточно. Вот я высаживала здесь, по-моему, шесть или семь кустов огурцов. Шесть, по-моему. И вы знаете, мы поели, соседи поели, еще я закрутила и угощала. Все, все. Поэтому тоже я решила, что ну куда больше. Нужно сокращать посадку. Так вот, продолжу тему, что ни перцы, ни огурцы, ни томаты я больше высаживать в открытый грунт не буду. Все. Те томаты, которые остатки у меня были, рассады я высаживала в открытый грунт, там кустов пять. Они заболели фитофторой, потому что у нас жуткий холод был, дожди, сырость, туманы. Все, они фитофторой заболели. Я их просто выкинула, даже не стала зеленые помидоры собирать. У меня их никто не ест, я их не закрываю. Все выкинула. Также вот перцы. Ну это урожай ни о чем. Хотя вы знаете, еще лет семь назад или восемь, когда у меня не было теплицы, все выращивала в открытом грунте. И томаты, и перцы, и баклажаны, ну все. И была всегда с урожаем. А вот эти последние года, ну выращивать уже невозможно. Можно выращивать, но это нужно обрабатывать постоянно. Томаты так это тем более. Накрывать укровными, ставить дуги, делать домики. Как-то, чтобы сохранять тепло, от дождя укрывать, ну и так далее. Поэтому мне заниматься этим некогда. Нет возможности по времени. Поэтому решение принято, что вот на этой грядке, которой возле теплицы, я буду высаживать кабачки и несколько кустов капусты. Цветной брокколи. Все. Кабачки я не убирала. Они будут расти у меня до моего приезда. Будут нарастать. Кабачков, по-моему, я тоже недавно сняла, сушила. Пускай растут. Я уже собираю куром. Куры только едят. Мы уже наелись. Заготовки сделали. Уже как-то и не хочется. В общем, буду расти теперь для курей. Вот такие планы на следующий год. Ну, как всегда, у меня, конечно же, будет мягкий контейнер, где я буду выращивать острый перец и баклажаны. Тоже буду их ставить здесь, возле теплицы, как обычно. И будут у меня они все расти. Посмотрите, какой красивый перец острый, сириус. Ну, красота какая. В следующем году я, значит, соберу здесь семена осенью и посажу в кашпо. Куст такой интересный. Знаете, во-первых, лист. Посмотрите, какой красивый. Сами ягоды, если можно так сказать. И куст, он по типу зонтик растет. Очень красиво будет смотреться в кашпо. Изумительно. Здесь три куста. Три куста это много для... Сколько там, наверное, 30 литров у меня. Это кустовое конфетти. Тоже. Смотрите, какой красивый. Меняет цвет. Сначала фиолетовый, потом оранжевый, а потом будет краснеть. Это тоже два сорта острых перцев, но они очень поздноспелые, друзья. Я не знаю, выдаст он у меня плоды в этом году или нет. Потому что он, смотрите, как массово только цветет. Будет он с плодами, не знаю. Будет холодно, я занесу в теплицу. Будет стоять до самого последнего, до мороза. И вот такой еще перец у меня есть. Смотрите, какой красивый темный лист баклажанового цвета. И тоже весь в цветочках будут плоды, не знаю. Можно посадить просто как куст. Красиво, листва. Ну и баклажаны таким же образом в контейнерах я выращиваю. И здесь у меня еще одна будет грядка. Но она есть. Сейчас здесь остался только горошек у меня. Эта грядка в теплице находится. Горох и лук на перо я выращивала. Все остальное. Здесь у меня сидели помидоры, которые я убрала. Фитокторы заболели. Ну и все. В этой грядке у меня будет за следующий год чеснок. Одну грядку чеснока посажу. Все. Мне этого будет достаточно. По максимуму сокращаем посадки. Потому что нет времени. Не знаете как, не физических сил нет, а именно времени. Поэтому очень много времени уходит на семью. И мне проще сократить посадки, выращивание овощей. Сконцентрироваться на другом. В общем, если можно так сказать. Вот, хотела вам показать теплицы перед отъездом. Как они выглядят. Кстати, я вчера еще досыпала щепу. Вот эта щепа. Это от лиственных деревьев. Это не хвойная щепа. Откуда я беру? Часто меня спрашивают. Откуда вы берете там конскую подстилку перепревшую? Вот щепу, солому. Солому покупаю там, где продают товары для животных. Корма и лекарства. Там всегда продается солома и сено. Покупаю в тюках. Они по 16 килограммов небольшие тюки. Вот эту щепу для лиственных деревьев я взяла у нас в деревне. Они срезали ветки, которые мешали проводам. То есть деревья были здоровые. Все просто они выросли очень сильно и провода задевали. Вот ребята их обрезали. У них огромная такая машина для превращения веток в щепу. Я к ним подъехала. Спросила, могли бы ли вы привезти мне эту щепу. Они сказали, без проблем. Ребята мне ее привезли. Я расстелила баннер. Выгрузили ее. Баннером закрыла. И вот с прошлого года я этой щепой пользуюсь. Считаю, она мне досталась бесплатно. Я просто за бензин ребятам отдала. И все. Конскую подстилку я беру на ипподроме. Есть хорошие знакомые, которые мне привозят. Тоже я бензин оплачиваю. Ипподром у меня недалеко от деревни. Поэтому ребята мне привозят. За что им всем огромное спасибо. И еще трава скошена. Это все идет с моего участка. Участок большой. Косится часто. Тоже использую скошенную траву как мальчу. В общем, все, чем можно закрыть почву, я обязательно все тащу сюда домой. Ну а как по-другому. Почву нужно закрывать, чтобы солнце не выжигало, чтобы ветер не обдувал. Вот приходится все закрывать. Ну это помощник и от сорняка. Как видите, в теплице я до последнего держу в чистоте, в порядке. Здесь нет никаких гнилых томатов. Нет никакой травы. Все чисто и сухо. А мальча помогает бороться с сорняком и бороться с высушиванием почвы. То есть меньше поливать. Это уже 100% проверено. Мальчеру я довольно-таки давно большим слоем. Это не так. Просто 1 см насыпали и все. Нет. Здесь надо сыпать не менее 10 см мальча, чтобы именно она работала так, как вам нужно. Так вот, я вчера подсыпала щепу, потому что земля очень сильно съедает мальчу. Она ушла в землю. Вот вчера я подсыпала и в эту теплицу, и в перечную огуречную. Перед отъездом решила подсыпать. Ну вот, хотела вам вкратце показать свои теплицы. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал, заходите в телеграм-канал. Я посмотрела по статистике на ютюбе, что 80% людей, которые меня смотрят, они не подписаны на мой канал. Подписывайтесь. Я думаю, это не сложно, а мне это очень приятно. Я вижу, что канал растет и есть желание дальше снимать. Поэтому подписывайтесь, пишите комментарии. Я буду очень рада. Всего вам хорошего и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok